Здравствуйте! У нас для вас есть просто хорошие новости. Обзор по-настоящему добрых и милых сюжетов. Только сплошное добро в эфире НТС. В студии Екатерина Коломеец. В поисках пропавшего аккордеона жители Советска помогли уличному музыканту Александру Иоде, более известному как Сан Саныч, найти музыкальный инструмент. Сан Саныч часто приходил играть на аккордеоне к одному из магазинов города, чем поднимал настроение окружающим. Недавно в один из таких дней пожилой мужчина ненадолго отлучился, а когда вернулся, аккордеона на месте уже не было. Селенький такой, три четверти, вот играл, пять регистров. И я так вот оставил, ушел, дошел, продукты взял, и мне немножко плохо стало, головокружение, ну возраст, наверное, такой. Ну и ушел, и пришел, а потом вспомнил, а где аккордеон, аккордеон идет. И все. Вернулся, а его нет. А ну здесь уже передали, что засняли, что она взяла и ушла. Торговала ягодами тетя какая-то. Камеры видеонаблюдения показали, что инструмент забрала неизвестная женщина, которая продавала ягоды на рынке. Однако опознать ее сразу не удалось. Сан Саныча очень расстроила эта история. Конечно, знаете, потеря всегда, но как-то не по себе. Ночами не шнусь. Думаю, ну как же такая нас там родила, эта женщина взять и забрать. Ну поставила бы в магазин, и все видели. Говорит, взяла и ушла. Узнав о случившемся хозяйка цветочного магазина, располагавшегося поблизости от места, где играл Сан Саныч, решила помочь дедушке и разместила объявление о пропаже инструмента в социальных сетях. В тот день Дуслан Саныч пришел ко мне удрученный, на нем не было лица, растерянный, расстроенный. Рассказал о своей беде. Я просто не могла остаться равнодушной к этому происшествию, поэтому разместила объявление в нашей местной группе в подслужке, заинтересовался новостной портал Клопс, и тут же начали откликаться люди. Пользователи мгновенно откликнулись и решили помочь. В ответ поступали разные предложения. В итоге член местного вокально-инструментального ансамбля пообещал подарить Сан Санычу новый инструмент. Но, руководствуясь принципом «скромность украшает человека», он отказался лично вручать дедушке подарок. Новый аккордеон доставили пожилому музыканту домой. Подарок пришелся Сан Санычу по душе. Сначала он прослезился, а потом, взяв инструмент в руки, сразу же принялся играть и напевать песни. Но на этом история не закончилась. Когда записи камер наблюдения проверили, выяснилось, что женщина, забравшая инструмент, сообщила в пункте охраны свой адрес. По ее словам, она подумала, что инструмент был бесхозным, но все же передала охранникам свои данные. На случай, если объявится владелец. Сан Санычу вернули инструмент. Так что теперь у пожилого музыканта два аккордеона, которые он обещает больше никогда не оставлять на улице. Ну что, теперь не будете оставлять аккордеона? Нет, никогда. Буду только играть и радовать всех, всех людей. И маленьких, и больших. Интерес к игре на музыкальных инструментах у молодого Александра возник еще в 1942 году, во время войны. Тогда он впервые сыграл на гармошке мелодию из песни «На позиции девушка провожала бойца» – партизанам в землянке. С этого момента Сан Саныч не расставался с музыкой. Преподавал больше 20 лет в школе, играя в санатории «Советск» и на улицах. Надежда, спутница Сан Саныча, по сей день отмечает его неугасаемую энергию. В их доме и сейчас звучат песни в ее исполнении под аккомпанемент Сан Саныча. Японский фотограф Нори Юаса запечатлел красоту звезд в великолепной серии ночных снимков. Посмотрите на эти невероятные кадры, а не о том, что можно увидеть лишь с наступлением темноты. Нори Юаса – фотограф из Хёго, влюбленный в великолепие своей родной страны. Его снимки сделаны в префектуре Нара, знаменитом убежище диких оленей. Кадры демонстрируют потрясающую природную красоту этого региона. Рассказывая о том, как ему удалось сделать столь захватывающие фотографии, Юаса описывает счастливые совпадения, которые привели его к идиллической картине. Во-первых, во время съемки в округе не было ни души. Во-вторых, фотосессии посодействовала сама природа. Густой туман и сильнейший ветер создали поистине пронзительную атмосферу. В какое-то мгновение туман развеялся, и в самом центре кадра, прямо над тропой, обнажилось дивное ночное небо и сияющая галактика. Стоит ли говорить, что японец только и ждал этого магического момента? Фото демонстрирует яркость ночного неба. Порой его глубина кажется устрашающей и напоминает о том, сколь неизведанного и недоступного для человека существует во вселенной. Главные герои работ Юаса – звезды. Однако он старается снимать все, что обладает естественной способностью сиять в темное время суток, включая светлячков и светящиеся грибы. Во время пандемии жители Бельгии выбирают альтернативные варианты летнего отдыха, которые позволяют не выезжать за границу. Один из них – отпуск в каплевидной палатке, подвешенной к дереву в живописной загородной местности. Что-что, а социальную дистанцию палатка обеспечивает. Некоторые бельгийцы уже воспользовались необычным вариантом для проведения отпуска. Небольшой лагерь с палатками, которые крепятся к деревьям, разместился в колоритной сельской местности неподалеку от города Борглана. Сутки в таком экстраординарном жилище для двоих обходятся в 70 евро. В эту сумму входит пользование ванной и приспособлениями для барбекю. Автор дизайна палаток «Капель» голландский художник Дре Вапинар придумал конструкцию этих палаток ещё в 1990-х годах для поддержки активистов-экологов, которые боролись против вырубки деревьев. Уже тогда такие палатки разместили на деревьях в Нью-Йорке и в Европе. Автор считает, что это в большей мере арт-объект, чем палатки для серийного выпуска. Однако менеджеру по туризму Борглана есть что возразить на это. Власти города считают, что таких палаток следует сделать больше. В связи с пандемией на время летних отпусков их забронировали очень быстро. Всего доброго и будьте здоровы!